В этом выпуске вокруг матча мы поговорим с нападающим Бориса Кертисом Волком. Расскажем вам о юношеской команде в системе Бориса Снежные Барсы. А также разберем матч Борис-Динамо-Минск. Я под большим впечатлением от Казахстана. Город здесь замечательный. Здание, архитектура. Здесь здорово. Я знаю, что многие также отмечают это, когда приезжают сюда. Плохо, что там, в Канаде. Мы мало что знаем о Казахстане. Я был в музее здесь. Интересно наблюдать за местной культурой, как устроен быт. Это почти на противоположной стороне света, откуда я родом. Страна очень впечатляет. Культура и сам город. И сам город. Честно говоря, это было одно из самых крутых впечатлений, которые я когда-либо испытывал, будучи хоккеистом. Этот чемпионат мира был невероятным. Приятно видеть, что мы добились еще больших успехов. Выиграли несколько больших хоккейных матчей. Конечно, то, как все закончилось, разочаровывает. Но возможность носить джерси и представлять Казахстан – огромная честь для меня. Надеюсь, я смогу продолжать играть так долго, как смогу. Также надеюсь, мы сможем каждый раз становиться все лучше и лучше и постараемся побороться за медали. Знаю, что это непросто. Но это спорт. Ты никогда не знаешь, как все сложится. Сезон до сих пор идет то вверх, то вниз. У нас бывают хорошие моменты. Временами мы играем действительно в хороший хоккей. Иной раз все получается не совсем так, как мы этого хотим. Надеюсь, мы сможем избежать травм и ребята смогут полноценно выздороветь. Когда парни получают травмы, это тяжело для всех нас. Болельщики не всегда знают, когда парни играют травмированными или продолжают играть с тем, с чем на самом деле трудно играют. Надеюсь, мы сможем оставаться здоровыми и продолжать прогрессировать. Я знаю, что подписание Юрча будет очень полезно для нас. Надеюсь, мы поднимемся на следующий уровень. Лично я хочу делать как можно больше для команды. Забивать больше голов, выигрывать больше игр – это то, над чем вы должны работать каждый день. Я бы сказал, что играю в умный хоккей. Я стараюсь думать по-своему на льду. Играть быстро и агрессивно. Думаю, что наша линия с Никитой и Джейкобом очень хорошо показывает себя в этом году. Мы играем изо всех сил. Играем быстро, много движения, поддержка друг друга на каждом участке поля. Мы стараемся показывать лучший хоккей для того, чтобы добиться большего успеха. Мы с Никитой небольшие росты. Мы поддерживаем друг друга. Тем самым это делает нас намного опаснее. Нам нужно продолжать тот же дух, чтобы продолжать забивать голы и выигрывать матчи. Да, мой первый матч мы сыграли против Нижнекамского «Нефтехимика». И я думаю, что мы выиграли 6-1 или что-то в этом роде 5-1. Или 6-1. Да, я до сих пор это помню. Это была моя первая поездка. Еще раз Вол делает передачу. Бросает Брэндон Баченский. Да, и Ежов ее не видит, и Волк ее добивает. Вот так. НХЛ – это мечта всей жизни. Когда ты вырос в Канаде, это цель для каждого хоккеиста. У меня был небольшой шанс, но это было очень круто. Я сильно волновался перед игрой в НХЛ. Я был как в облаках. Было трудно сосредоточиться на настоящем моменте. Но это был классный опыт. И то, что я никогда не забуду. Да, я все еще помню об этом. Я до сих пор помню тот день, когда мне сказали, что я буду играть. Мне позвонили. Тогда я сразу позвонил своей семье, сказав, что через полу дней я сыграю свою первую игру в НХЛ. Это был забавный телефон и звонок для семьи и людей, которые поддерживали меня всю жизнь. Мне очень повезло, что у меня был такой шанс. Хоккейная команда «Снежные барсы» из Нур-Султана является молодежной командой «Бориса» из Континентальной хоккейной лиги. Основана в 2011 году. Не бывает тренера и команды отдельно. Так же и здесь. Я говорю на тот возраст, который вроде бы небольшой. Но сейчас я просто повторяюсь. Хотелось, чтобы они были командой в первую очередь. Знаете, именно независимо от возраста, независимо от того, чтобы они ценили то, что сейчас у них есть. Вот это хотелось бы. Знаете, чтобы тот период, который сейчас у них в этой команде, чтобы они его вспоминали, как пример, с теплотой в будущем. Коллектив выступал в молодежной хоккейной лиге с сезона 2011 года. В сезоне 2020-2021 годов «Снежные барсы» дебютировали в чемпионате Казахстана. Такое решение приняла Федерация хоккея Казахстана из-за нестабильной эпидемиологической ситуации и трудностями при пересечении границ. Стоит отметить, что в составе основной команды «Борыс» играет много воспитанников «Снежных барсов». Например, Никита Михайлис, Алихан Осетов, Валерий Орехов, Самат Данияр. А в этом сезоне к команде присоединились Динмухамед Каиржан и Ансар Шайхмедденов. В сезоне 2021-2022 годов воспитанники Александра Истомина очень хорошо выступают в чемпионате Казахстана. Учитывая, что средний возраст игроков 19 лет, они идут на 9-м месте во взрослом чемпионате. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший результативный матч выдался в городе Нур-Султан между командами «Борыс» и «Динамо Минск». Оба коллектива сделали 49 бросков на двоих, причем 28 из них было сделано в створ ворот Минского «Динамо». Стоит отметить и численное преимущество из пяти полученных численных преимуществ два столичная команда реализовала. Причем одно из них было реализовано уже на шестой минуте. Линден-Вэй распечатывает ворота команды из Беларуси. Дальше, казалось бы, нужно действовать в том же духе и в той же манере, но нет. Столичный коллектив пропускает шайбу в свои ворота спустя четыре с небольшим минуты. И позволяет Минскому «Динамо» приблизиться вплотную к себе и почувствовать вкус к победе. Немногим позже «Динамовцы» вновь огорчают Никиту Бояркина, забрасывая вторую шайбу, также реализовывая численное преимущество. Несмотря на это, стоит отметить игру и работу Никиты Бояркина в воротах, так как очень много сейвов было сделано этим игроком. Немногим позже столичная команда вновь забрасывает шайбу в ворота «Динамо», но, к сожалению, она остается незащитной судейской бригадой. На что Никита Михайлес, не огорчаясь, спокойно во втором периоде реализовывает очередное численное преимущество, забрасывая вторую шайбу в ворота «Динамовцы», тем самым сравнивая счет. Ну а дальше, дальше уже игра в овертайме. Третий период там, к сожалению, не принес никакого результата. Коллективы сыграли на ноль в дополнительное время. Также победитель не был выявлен. Ну а в Сурии после матчевых булитов мастера Вити оказалась команда из города Нур-Султан. Тут свое мастерство, конечно же, проявили столичные хоккеисты. Решающий булит записан на Линдена Уэя. Таким образом, в серии булитов со счетом 3-2 победу в матче одержала команда «Борис». «Борис». Сегодня в воротах был Никита Бояркин. Вы отметили высокую дальнюю большую высокую оценку за его игру. На Ваш взгляд, Никита готов играть стабильно постоянно, а не только потому, что у Юнии временные проблемы с здоровьем? Ну, думаю, это все зависит от него, как он будет готовиться к играм на тренировках, работы. Молодой парень и перспективность, самое главное. Мы ждем от него хороших игр. Как сегодня, он сегодня показал, что он умеет играть. И, опять же, я чемпионат. Вы помните, как здорово вручал нас, нашу команду, нашу сборную. Я думаю, мы будем висеть. Замечательно. Роман Савченко. Второй матч подряд капитан. С капитанской ошибкой играет. И парень просто как окрылился. Вторая молодость. Уже 3 очка набрал. В целом добрался до отметки 100 кидач в КХЛ. Как вы думаете, вот эта капитанская ошибка его так окрылила? Либо вот какие-то другие шепстоятельства? Что Роман теперь играет стабильно, надежно и по дорогу смотреть? Ну, это надо, наверное, у него спросить. Скорее всего, опять же, вся команда выходит. Последние игры показывают, что готовы играть на результат. Вот именно на победе. Слаженно, дисциплинированно. Все, короче, она дисциплина была. И ребята старались. Каждый выкладывался. Помню. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова